На Кольский полуостров осень приходит рано. Когда в конце сентября я прилетела в родные края, там уже шла на убыль золотая осень, кульминация сезона, которая здесь, впрочем, совсем не золотая. Сквозь низкое серое небо, через эти прогалы в тучах, которые создавал сильный ветер, пробивалось солнце и освещало острова и полуострова Имандры, над которой постепенно снижался наш самолет. В Хибинах уже выпадал к тому моменту первый снег, но он успел растаять из-за последовавших дали затяжных дождей. Когда я прилетела, не было ни снега, ни заморозков. Как узнаю позже, мне вообще в те дни необыкновенно повезло с погодой. Дамы и господа, наш самолет, я буду посадить. По дороге в Лапланский заповедник, теперь уже с земли, я продолжала наблюдать танцы облаков. Из-за них солнце освещало окружающий пейзаж пятнами, хотя он и без того пятнистый. Там, где старый хвойный лес был вырублен когда-то человеком или уничтожен в пожаре, теперь горят ярким сигнальным огнем осины. Это молодые, вторичные леса. И глядя на них, испытываешь двоякое чувство. Одновременно восхищаешься красотой осенних красок, которые у осен действительно необыкновенные. И грустишь о том, что когда-то на этом месте был величественный старовозрастный лес, исчезнувший навсегда. В заповеднике, который существует уже более 90 лет, лиственных деревьев мало. Поэтому и краски здесь не такие, чтобы назвать осень по-настоящему золотой. Впервые я любовалась здешними лесами с воды Чун озера. Оно протянулось на 20 километров вдоль юго-восточной границы заповедника. И это небольшое водное путешествие позволило посмотреть на лес со стороны, прежде чем начать изучать его изнутри. Заполярные леса разреженные, не густые. Кроны деревьев почти не соприкасаются друг с другом, пропуская солнечный свет до самой земли. Здесь не так много древесных пород. В основном, северный заповедный лес состоит из елей, сосен и берез. Тогда, в конце сентября, березы на берегах Чун озера еще горели золотом. И лишь по чуть-чуть роняли свои листья на поверхность серебристой воды. Удивительно, но в конце сентября нам удалось увидеть еще цветущую линнею – радость северных лесов. Этот кустарничек имеет крохотные цветки-колокольчики. Они опущены вниз, чтобы пыльца не намокала под дождем. Вглядываясь в лесную подстилку, можно обнаружить удивительное многообразие цветов и деталей. В беломошном сосновом бару совсем нет осеннего золота. Здесь основу палитры составляют зеленовато-серые лишайники, на фоне которых яркими пятнами горят ягоды-брусники и покрасневшие после первых заморозков листья черники. Неотъемлемая черта осеннего заполярного леса – это бордовые листья и крупные красные ягоды-костянки-дерена. Издалека они похожи на бруснику, но в отличие от нее – безвкусные и мучнистые. Ольха, ива, осина тоже встречаются в заповеднике, но количество их по сравнению с главными хвойными породами и березами – незначительное. В пределах Чунозерской усадьбы встречаются повсеместные рябины. Вдоль троп, по берегам рек и ручьев. Именно они в большой степени придают северному лесу нарядный осенний облик. Здесь их листья чаще бывают багряных оттенков, но встречаются и разноцветные деревья с целой палитрой самых разных цветов. Это Ельявруай – ручей, на котором стоит Чунозерская усадьба. Это бодрый и шумный поток протяженностью всего лишь один километр. Он впадает в Чунозеро, а начало берет в озере Ельявр, расположенном чуть севернее. Название Ельявруай можно перевести с аамского языка, как ручей, вытекающий из озера жизни. В тот день, когда я пришла на озеро Ельявр, там свирепствовал северный ветер. Водоем вытянут с юга на север, и, судя по форме деревьев, такие шквалистые ветра, разгоняющиеся по открытому пространству акватории, здесь обычное дело. В мозаике северной природы и леса болота – неотъемлемые части одного целого. И здесь, в заполярном заповедном лесу, часто встречаются участки болот. На них тоже, как и во всем окружающем пейзаже, уже давно воцарилась осень. Болота побурили, и местами на контрасте охристым коврам пушистой осоки вспыхивает насыщенными розовыми оттенками голубика. После дождя на ее округлых листьях остаются блестящие капли дождя, которые делают и без того прекрасную голубику главным украшением осеннего болота. Потемнели и листья морожки. Где-то они коричневые, а где-то сиреневые, фиолетовые, бордовые, как и созревшие ягоды-клюквы, расположенные рядом на подушке муха. Сохраняет постоянство богульник. Еще один болотный представитель семейства вересковых, наряду с голубикой и клюквой. Хотя богульник и вечно зеленый, кое-где в лесу я встречала отдельные растения с покрасневшими снизу листьями. В конце сентября еще дрожали на ветру пухонос и пушица, тоже типичные представители болотной флоры, украшающие его своими белоснежными пуховками. На открытых заболоченных пространствах хорошо заметны птицы, которых в это время в заповеднике еще много. Перелетали прямо перед глазами с одного дерева на другое кукши, а выше, над кронами лапланских сосен, звенели, как колокольчики-колисты. Вот такая осень бывает в заполярном лесу. Аккуратная, но не медлительная. Красочная, но не монохромная. Волшебная и неповторимая.